Здравствуйте, друзья! 13 августа. Собянин рассказывает, что московское небо надежно защищено от ударов беспилотников. 1 сентября. Беспилотник прилетел прямо в НПЗ на юго-востоке Москвы, в Капотне. 158 беспилотников прилетели в ответ после того, как Россия 26 августа ракетами обстреливала Украину. Кому это все нужно? Кроме больного на голову старика, который решил войти в историю, как Петр I, и его дружков, которые миллиарды зарабатывают на войне, никому. Военные преступники награждают мародеров и убийц. Им заранее замылили лица и на монтаже вырезали имена и фамилии, чтобы никто не догадался, что именно на них натворили. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждаются знаком отличия Ордена Святого Георгия Георгиевским Крестом 4 степени. Сержант. Медалью за воинскую доблесть в первой степени награждается младший лейтенант. Для сравнения, вот так награждают военных в Украине. В чем сила, брат? Кто сильнее лица замылил, тот и сильнее. Один из пропагандистов. Уже с фингалом под глазом. Вы сказали, что половина населения даже не воспринимает специальную военную операцию. А вы как думаете, почему они не воспринимают? Они считают, что у них хата с краю. Я ничего не знаю, пусть за меня кто-нибудь все решит. А можно я свой ответ скажу? Скажите. Потому что мы напали на Украину, а не она на нас. Это очередная глупость. Это базарная точка зрения. Потому что вам надо доказывать, кто и на кого напал. То, что слева, я смотрю, себя уже потише ведет. Уже с пеной у рта никому ничего не доказывает. Новости из категории «Санкции только на пользу». Ростовская область. Город Батайск. Уголь вывозят паровозами. Паровозы серии «ЛВ» строили с 1952 по 1956 год. Единственное, что смог повторить, это уголь вывозить паровозами, как при Сталине. В Нижнем Новгороде. В две смены ремонтируют дорогу, которой не существует. Ремонт несуществующей дороги начали и активно ведут в Сокольском районе. Узнаем, что в июне месяце был разыгран тендер на ремонт автомобильной дороги. В смету входит разборка покрытий и оснований щебеночных. Здесь нет и следов никакой щебенки, никогда не было. Здесь вся дорога, получается, покрыта щебнем, который они сейчас якобы ремонтируют это дорожное покрытие, снимают этот щебень, что-то по новой укладывают. Война – это мир, свобода – это рабство, а дорога – ищебня. Вот администрация нам сообщает одно из писем. Проведение комиссии по обследованию дорожного полотна на предмет соответствия СНИП не представляется возможным в связи с отсутствием дорожного полотна как такового. И тогда у меня к администрации вопрос, если вы сами пишите, что нету дорожного полотна как такового, на какие работы по ремонту дорожного полотна вы заключили тендер? А можно спросить? Расскажите. Отойди, не мешай работать. Тендер заключен, мне дорогу ремонтировать надо. Они не хотят отвечать на какие-либо вопросы, потому что они понимают, они нарушают закон. Нельзя ремонтировать автомобильную дорогу, которую никогда не строили. В России, в России, братан, дороги только так и ремонтируют. Данная автомобильная дорога включена в перечень подлежащих ремоний согласно решению Совета Депутатов. Мы это поняли. Вы это заявляете как ремонт дороги. Но почему дорогу не построили? Слежители об этом просили. Ну, вы меня запутали совсем. Подождите. У меня до этого все четко было. Колеса крутятся, бабки мутятся. Вы зачем людей путаете? Идите себе, не мешайте работать. Здравствуйте. Скажите, а что вы здесь ремонтируете, строите, скитопы? Ребята, без комментариев. Вы кого представляете? Без комментариев. У вас что, секретная организация какая-то? Без комментариев. У жителей возникает вопрос. Как вы можете проводить ремонт несуществующей дороги? А что, президентом можно стать, если за тебя никто не голосовал? А ремонтировать несуществующую дорогу, что ли, нельзя? А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! Это обманутый россиянин. Рублево-Успенское шоссе, Москва. Самые лютые патриоты. Самые открытые. НАТОвский Порш. У нас, разумеется, с Z-свастикой. И, внимание, Майбах-кабриолет с Георгиевской лентой. Почему-то не на Волгах, почему-то не на потрясающих москвичах. И почему-то не на фронте. Самое интересное, что на Рублевке не на фронте. Привет, обманутый. Веду репортаж из обычного общественного туалета. Город Харьков. Вот. Чистота. Унитазы, писсуары. Все чисто. Обычный общественный туалет. Не. Это не обычный общественный туалет. Это стратегически важная цель. Специальной военной операции. Бесплатный. Знаете, где находится? На задворках. Рядом с болотом. Какая красота у нас тут. Чистота. Красота. Фасад туалета посечен осколками освободителей. Разбомбить хотели от зависти. Бесит просто, что дома туалеты до сих пор вот такие. Недалеко прилет был. А рядом болото. Вопрос на засыпку. Зачем строить туалет рядом с болотом? Смысл. Разрыв мозга, наверное. А затем, что мы культурные люди. И мы ходим в туалет в туалете. А не в кусты. У вас, наверное, в России точно так же, да? Где? В России? Думаю, да. Лет через 100-150. Скорее всего, точно так будет. Субтитры сделал DimaTorzok